Многие исследователи парапсихологи считают, что все вещества состоят из мельчайших энергетических частиц. По существу и физическое тело это совокупность сгустков энергии. Все мы построены из молекул. Молекулы делятся на атомы, атомы на нуклоны, нуклоны на кварки, а кварки по современным физическим представлениям и есть сгустки энергии. Человек занимает в пространстве гораздо больший объем, чем его тело. Сегодня это утверждение стало почти аксиомой. С помощью датчиков чувствительные приборы регистрируют биоэнергетическое поле, создающее особую атмосферу вокруг человека, невидимую невооруженным глазом, но объективно существующую. Через это биополе мы тесно связаны с окружающей нас средой. Лаборатория Академика Ахатрина, расположенная в подвальном помещении одного из старых жилых московских домов, как раз и занимается изучением биополей, исследованиями, которые обогатят и, возможно, в корне изменят науку будущего, а также разрабатывает специальную аппаратуру, фиксирующую эти поля. Анатолий Федорович Ахатрин, академик трех академий, энергоинформационных наук, Русской народной академии и Славянской международной академии. Свои исследования он начинал почти 30 лет назад вместе с выдающимся ученым Петром Леонидовичем Капицей. И только 7 лет назад появилась самостоятельная лаборатория, где и проводятся необычные исследования, создаются аппараты, которые помогут человечеству изучить себя, свои возможности и по-иному взглянуть на мир. С помощью уникальных приборов сотрудники лаборатории производят фотосъемку тонких полей не только человека, но и самых различных предметов, а также фиксируют энергетические зоны, которые образуются в местах разломов земной коры, подземных источников пресной воды, залежи полезных ископаемых. Эти приборы выявляют и геопатогенные зоны, опасные для здоровья человека. Тонкие поля, условно можно так назвать, состоят из больших групп подполей. В первую очередь мы столкнулись с поля, которые нередко именуются астральными. Затем идут еще более тонкие поля, ментальные, духовные. Ну и аппаратура, которая была создана на основе имеющейся модели, была способна зафиксировать самые грубые из этих полей. Будем называть их микролептонными. Что оказалось? Что за эти поля отвечают частицы носителей. Ну это естественно. Вот какие частицы носителей? По ряду экспериментов, по макроэффектам, мы нашли микропараметры этих частиц. То есть их массу, заряд, размеры, диаметры и прочие другие параметры. Обычным глазом атофиксировать нельзя. Это сделано с помощью специальной аппаратуры, которая превращает или трансформирует микролептонные невидимые излучения в оптически видимые диапазоны. Многие природные явления, значит, генерируют эти поля. Ну, в частности, вот этот столб, который сходит из земли, снятый на высоте полукилометра. Вот если сюда попадает самолет, то нередко отказывает электронная аппаратура. Вот здесь вот разъем излучает поля, которые, так сказать, представляют из себя такие сконцентрированные шары. Это тоже неполезное поле. Но, однако, есть некоторые поля, которые приходят в основном из космоса. Вот они полезные. На этом снимке представлен фото микролептонного поля разлома. Вот на следующем снимке представлено поле, значит, источника воды, родника. Вот на следующем снимке представлено поле, значит, так же воды, но на глубине до полукилометра. Снимки полей человека. Ну, в частности, вот на этом снимке показана аура, которая обычным глазом не видна. И ура для обычного среднего человека имеет, значит, размер, величину порядка полметра. В психоэмоциональном настрое человек, значит, у него меняется форма микролептонного поля или ауры. И причем часть ее, так сказать, излучается в виде вот таких отдельных объемов или кластеров, а также в виде столбов. Поэтому психическая и функциональная деятельность отражается этим микролептонным полями. Это может служить для диагностики, медицины. Научные эксперименты, проводимые в лаборатории Академика Ахатрина, доказали, что биополя присущи всем людям. Правда, у большинства из нас они обычны. Но есть люди со сверхспособностями, биополе которых обладает большой мощностью, способной воздействовать на другого человека. Мзея Соломония как раз и обладает такими уникальными способностями. С ее биополем и проводят эксперименты Академика Ахатрина. У нее очень развитые тонкие поля, и ее система жизненная, чрезвычайно информативная, чувствительная. И, значит, те фотографии, которые мы сняли с помощью фотоэлектронного аппарата, выделяют ее структуру, качество полей, и тем самым определяют ее, так сказать, сущность этих тонких поля.